всем привет друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про е100 поскольку взял на нем три отметки начинаем как обычно с просмотра брони этого замечательного куска мыло и начнем с того что он огромен ну я думаю вы видели и 100 если играли в эту замечательную игру в роту танкс чего у нас имеется нлд 150 миллиметров с нищим наклоном 49 градусов переведен к 230 птшки восьмого уровня бэбэшками уже имеют огромный шанс пробития нлд не будет такого что они не пробьют а если не зарядят голду то тем более обычные же танки там тяжи или стэшки не всегда будут пробивать в нлд некоторые даже может быть редко у которых пробить этом в районе 200 но есть танки у которых и 230 пробития 236 у тяжей даже у тех же самых там ренегаты и так далее даже они бэбэшками более-менее иногда будут пробивать а если заряжать будут голду то тем более по сути даже ромбик выставляешь уже кажется там ну 270 260 но голду это не танканет и при этом при всем мы выкручиваем ромбик она что в нлд что в катке броня становится одинаковая и чаще всего будут стрелять при таком выкрученном ромбе в каток и часто будут вместе с гуслей сбивать урон наносить на каток наставить это будет печально да если в экран попадут который здоровенный вдоль борта то конечно же они не пробьют но вот допустим если они попадут не через гусеницу то здесь 200 миллиметров а такой уголок существует где гусеницы нет и это печально в лд у нас имеет 200 миллиметров и наклон 50 с чем-то там градусов 53 54 это дает нам приведенку 300 плюс но если сверху вниз стреляют тоже 280 голдой будут пробивать а если будут стрелять в крышку корпуса то там всего лишь 40 миллиметров и это сверху вниз пробивается легко черкачок покрышки корпуса редко кто пробивает все-таки 40 миллиметров это вам не 30 каких-то которые пробиваются чем попало поэтому не каждый калибр это возьмет но еще на башне у нас во лбу помимо дырявого и в огромного огромнейшая нлд помимо этого у нас еще существует планка на голове на башне это просто это не лючок и так это просто взяли лючок обычного танка как тесто замесили раскатали колбаску на какие-то там пирожки или на булочки но забыли между собой их на куски поделить а просто так вот колбаской на батон видимо тесто замесили и такой вот батон нам на голову установили и этот батон у нас колбаска тесто просто пальцем протыкается 190 миллиметров ну максимум 200 200 миллиметров это уже пробивается бэбэшками восьмерок ну любыми ну может быть там ну я не знаю ну кто ну льготная восьмерка даже может такое пробивать бэбэшками может не каждый раз но льготный нам не попадают ну разве что если это не придурки во взводе то кто такое не пробьет все пробьют а бывает часто что люди с вертуха на туда попадают ну потому что стрельба в игре такая да конечно ну в целом это может быть не прям постоянно вам выезжают с вертухи это пробивают но шансов в эту колбасу попасть много потому что снаряд летит левее правее от того места куда вы прицелились это пофиг это все равно будет пробитие только если ниже или выше она не пробьет а если вам стреляют голдой верхнюю часть башни то 300 миллиметров лоб башни а планка 200 и если голдой не попадут в планку в лоб башни то и лоб башни пробьют голдой 300 плюс а 300 плюс пробитие голдой много у кого и даже без голды некоторые пт-10 будут пробивать вас было башни если мы доворачиваем башню то у нас получается 350 но в борту 250 поэтому перекручивать не надо нужно какой-то тут угол соблюдать вот такой вот чтобы было тут 320 тут 320 но в любом случае 320 только в дальней части получится 330 360 но 320 вблизи это все равно пробивается голдой потому что голда у нас и 330 есть кумуле и 340 и 350 и есть голда у пт-10 под 400 и вы не танканете а зачем вообще в принципе тут что-то выцеливать если планка все равно всегда доступна а нлд дырявая но она же всегда дырявая и у тут уголочек пробивается и каток и ты как этот танчик не крути не верти в любом случае здоровенная нлд дырявый не самый бронированный лоб башни и планка на башке это ну просто ну ты как танк не поверни она всегда вон она жопой бортом я не знаю на на сбоку 150 миллиметров но это просто жесть хоть крыша башни 65 миллиметров такое не пробьется это просто жесть но он еще и горит в борт вот под таким углом в двигатель часто у меня корыто это горело и прикол в том что борт посмотрите какой вот здесь 300 а здесь 230 а здесь 300 а здесь опять 250 здесь опять 300 а здесь опять 250 и ну такая вот броня у него скачет в борту и люди даже кумулями в ромбике пробивают иногда это печально я недавно целился в е100 который на углу там чё-то ромбовал и я был ниже него я не знаю куда я там целился но у него есть над гусеничная полка вон она ее видно она 30 миллиметров это из 6 вдоль борта а так вот стрельнет и пробьет бэшкой не потому что у него пробития хватит а потому что просто калибр калибр позволит ему пробить 120 миллиметров по правилу трех калибров черка чем пробьют это и все вообще там пробитие не важно она никакой роли не играет е100 целился куда-то вообще не не понимаю куда-то вот сюда вот прицелился и там было просто зеленая видимо как-то зацепил эту над гусеничную полку и через гусеницу она пробивалась но так в целом бывает что вдоль катка вот так пробивают редко но бывает то есть там над гусеничная полка она все же существует единственное что тут экраны какие-то понастроены понаставленные туда не так уж легко вроде бы попасть но бывали бои где меня пробивали вдоль катка или через борта и даже кумулями в общем тут не все так радужно и хорошо в общем и целом броня е100 мне не понравилось вообще и криту и мастер и так теперь подробнее про е100 что это такое как на нем играет и стоит ли он вообще своего внимания для начала поговорим про оборудование и полевую модернизацию начнем с полевой модернизации у меня было использовано все с левой стороны то есть полевую модернизацию запомнить мою легко почему я так выбрал сейчас объясню в полевой модернизации на выбор в первом случае у нас стоит выбор между проходимостью грунтов и скоростью поворота танка да заметно танк поворачивает лучше если мы идем в сторону скорости поворота корпуса но набирать скорость вообще танк перестает это меня очень смутило мне не понравилось да танчик на месте крутится но весь бой не крутится вокруг нас нам все время куда-то нужно ехать поэтому этот вариант лично мне не понравился да если бы я телепортировался или прыгал по карте то да но бои в рандоме бывают часто по 4 минуты той по 3 поэтому я выбрал проходимость грунтов до особо прям каких-то резких набираний скорости нет но по крайней мере ухудшения тоже нет а вот с уменьшением проходимости грунтов я заметил что танк стал медленнее ехать и это мне вовсе не надо лучше уж тогда вообще ничего не выбирать в следующем случае мы выбираем улучшение точности дальше мы берем защиту от оглушения поскольку арты в рандоме навалом дальше мы снова берем защиту от оглушения и уменьшение урона от фугасов и тарана артиллерия которая стреляет бэбэшками плевало вообще на какие-то там полевые мои модернизации какие-то там уменьшение урона от фугасов и так далее бэбэшкой пробивается е100 от арты десяток просто в лд поскольку снаряд летит сверху до бэбэшками артиллерии не так уж часто попадает но е100 это тот еще гроб огромный и в кого как не в него попадать поскольку она это просто огромная туша которая снаряда приемник в общем и меня бэбэшками арта пробивала я очень сильно радовался уменьшению урона от фугасов поскольку бэбэшка не фугас и к слову фугасные снаряды от крупнокалиберной артиллерии залетали в меня замечательно нанося мне по 400 и по 550 урона именно практически чуть ли не в следующий бой как я прокачал эту защиту от фугасов я радовался что мне мелкокалиберная арта почти не наносит урон вообще там за пять выстрелов батар там не нанесла 17 урона я думаю ну вот это замечательно прокачал а вот еще в следующем бою крупнокалиберные всякие немецко-американские арты меня пробивали бэбэшками фугасами на 450 на 550 я посчитал там по 600 по 700 урона у них мало вылетать если бы я это не прокачал извините меня откуда мне столько хп в тяжи таком большом и медленном брать чтобы мне арта весь бой по 600 кидала ну и в конце в полевой модернизации мы выбираем укрепление внутренних модулей танка поскольку если мы выберем ухудшение внутренних модулей танка наша корыто называемая е100 будет гореть по три раза за бой бой укладка будет сломана просто еще во время загрузки такое делать нельзя он нереально начинает сыпаться любое пробитие пол танка сломалась загорелась взорвалось все сломано будет постоянно и не забывайте что у нас в нлд трансмиссия хоть она и перестала гореть но со сломанной трансмиссии танк не едет он из целой трансмиссии то еле едет а без нее он на месте стоит поэтому криту и масть особенно повышенная криту и масть для и 100 это смерть каждый бой такое вообще нельзя никогда в жизни делать а в е100 любят стрелять многие особенно голдой а голда стрела в рандоме тьма когда выезжает е100 и еще какой-нибудь любой практически танк будьте уверены что приоритетно будут стрелять голдой в е100 я это ощутил на себе очень хорошо я даже не знаю кто должен рядом со мной стоять чтобы выбрали его они меня в качестве цели для стрельбы но наверное какой-нибудь 50b только тогда наверное будут стрелять в него не в меня но вот только 50b не стоят возле е100 в этом проблема теперь переходим к оборудованию я перепробовал многое досылатель стабилизатор вентиль досылатель стабилизатор прицел досылатель стабилизатор закалка я перепробовал и орудие дпм на которые вы видите на экране я пробовал играть и с альфовой пушкой и сначала я на ней играл мне не понравилось потом я поставил дпм но мне больше зашла она потом в конце я добил три отметки все-таки с альфовым орудием и к окончательное моё оборудование было следующее фиолетовый досылатель розовый стабилизатор и фиолетовая закалка которую я получил в ранговых боях 3200 почти у меня было хп и это хорошо поскольку танк ну не сложно пробивается голдой до однотанкованного часто было много но беда в том что очень часто можно на е100 прям буквально за секунду исчезнуть только ты не туда выглянул или высунул свое лицо не чуть-чуть не так как-то поехал все все сразу пробили все попали потому что танк огромный и брони не хватает чтобы танковать голдовые снаряды это самое печально да и без голды уязвимых мест хватает и они большие очень большие поэтому досылатель стабилизатор закалка поскольку пушка у нас не самая точная или стабилизированная что одна что другая поэтому улучшаем ее стабилизатором дпм улучшаем для альфовой пушки по-любому это надо поскольку у нее долгое кд и досылатель очень сильно сократить перезарядку а дпм на и пушке тоже это хорошо дпм вырастет в разы а вот в третий слот мы ставим закалку поскольку этот танк он живет за счет кучи хп а броня но она иногда есть а иногда ощущение что ее нет вообще поэтому 3 200 хп это хорошо а 2 700 это ну не очень и так объясню про выбор орудия на мой взгляд на и 100 перед боем нужно выбирать не только оборудование но и и орудия если бронированных толстых тяжелых танков жирных пт-шек их мало в бою в основном там всякие лт-шки кустарные пт-шки много арты то альфовая пушка нам не нужна нам не в кого ее будет реализовывать будет мало стоячих жирных танков для которых нужно большое пробитие кумулем если таких танков перед вами нет то в кого вы собрались стрелять на альфовом орудии скорость полета снаряда кумулем 606 в кого вы этим попадете вдаль там куда таким перить на ход стрелять да вы никуда не попадете даже у бабушки скорость полета снаряда но на чуточку лучше но все равно очень медленно кривая косая на косая очень а вот дпм на и орудие там пробитие голдой 311 под калибером да она намного меньше чем пробить и кумулем у альфовой пушки но вот как раз таки в быстро динамичных боях с нее намного легче стрелять и набить много урона против восьмерок тоже легко на ней играть поскольку не нужно сверх пробить когда бои более хаотичный на дпм на и пушки рад лег когда мало бронированных жирных танков и в основном бои turbo но вот допустим последнее время такие бои что куча пт-шек в рандоме мало тяжей и стрелять альфовой пушкой почти не в кого я пошел на 10 сервер там играют на и слабейшие танкисты на планете онлайн там маленький арты мало тяжей больше чем на других серверах я поставил альфовую пушку поиграл там десяток боев добил три отметки на альфовой пушке и все потому что там есть в кого стрелять альфовой пушкой там больше тяжей они передо мной стоят я выезжаю кумулем там 336 или 34 пробития не помню сколько выехал кумулем в лицо ему плюнул получил свою альфу все еду на перезарядку стою кайф каждый бой была куча урона да это классно но как только ты заходишь на другие сервера и там в бою по два-три тяжа по 10 pt по три арты в кого-то это льфо вы и пушкой будешь стрелять если тебя будет весь бой поливать арта грязью все будут носиться или стоять в кустах через пол карты от тебя стрелять вообще некуда и реализовывать альфу тоже не во что поэтому почти взял три отметки на дпмной пушки но но для того чтобы добить три отметки я использовал все хитрости и уловки пошел на самый придуражливый сервер взял другую пушку альфовую специально так сделал чтобы ее можно было там реализовать добил три отметки и все больше я на этом танке играть не хочу поскольку в дурдоме который сейчас есть вместо рандома на альфовой пушкина и 100 хрен сыграешь по крайней мере у меня такого рандома нет если у вас он там ездит а я не знаю подскажите где он с какого по какое время вы играете и на каком сервере сам танк очень слабый по броне против десяток он вообще как масло протыкается поэтому этот а чисто нагибать восьмерок или на кумулях когда много тяжей просто кумулями стрелять им в лицо и стоять за укрытием танк по геймплею мне не понравился совсем он слабый по броне танкует он уверенно в основном только девяток и восьмерок это некоторые девятки у которых пушки там как у десяток с пробитием на голде и 100 их вообще не танкует также как и десятки пушки обе корявые не совсем приятные нужно целиться сводиться и все равно они корявые броня вялая танк вообще не едет никуда не успевает в быстрых дурацких боях танк максимально противный мне он не понравился вообще я его называю кусок масла или кусок мыла в общем это кусок квадратные любого и жижи планка на три отметки 400 это обычная средняя планка не какущих ведер который себя практически ничего не представляет вот и все танки в целом не рекомендую для прокачки не тигр 2 не е-75 не 100 они мне не нравятся они слабые по броне все не знаю кто их там называет сильными я в рандоме вижу я их в силуэт по контуру пробиваю практически всегда если у меня нормальная пушка с хорошим пробитием то эти танки просто как масло протыкаются и эти над гусеничные полки у тигра 2 у е-75 они наклонены ко мне полностью видно их всегда они вдоль борта у так пробиваются вдоль гусеницы люди там пытаются чё-то на них танковать это мусор полный 0 брони танки только на калечных пушках они не пробиваются но зачем играть на танках с калечной пушкой я не знаю мне короче это ветка вообще не нравится я лично и и не рекомендую вообще никому это мусор все сами был варчик красиво спасибо что смотрели удачного дня пока